Сделал ещё один стоп-старт, а то что-то как-то, ну, не очень там 11 минут флудов никуда. Кто у нас играет? Кат Пейн против Диус 0.73, что по расам Тиран Зерк. Ну ясно, вот сейчас, ребят, я сверну тут все лаунчеры. Так, всё нормально видно, ребят? Да-да, должно быть видно нормально, по идее всё. Ну что, два с половиной часа у нас на первый Старкрафт отведено примерно сегодня. Посмотрим реплеев сколько сможем. Я смотрю чисто как у меня, они просто расположены в папке, ничего не выбираю. Думаю, что так и так интересно. Разведочка пошла, 12-я хат стандартная для первого Старкрафта от Зерга. Здесь у нас Депошка Барак, тоже всё стандартно. И тоже разведка идёт, но не в правильном направлении. Депошка Барак. Депошка Барак. Так, вторая Депошка. Ну всё абсолютно стандартно у Тирана. Марик другой. Сейчас вот КСМ-ка выводится. Конечно же будет СЦ-шка ставится, как 400 минералов будет. Марики на рампе. Как КСМ-ка-то поехала? Какая-то попёрла мисклик, что ли? А, или это разведка в ещё одном направлении, видимо, да. Решил Тиран почему-то два направления разведать. А, ну потому что это, видимо, долго едет. Это уже домой поедет КСМ-очка. Она же СЦВ-шка во первом Старкрафте называлась. Ну, в принципе, во втором буржуев она тоже СЦВ-шкой и называется. Просто КСМ-ка уже привычнее говорить. Типа русская аббревиатура с переводом. Ну что, приезжает она, проверяет. Почти что убивает юзерк, ну почти не считается. Но вот этот манёвр зря, на самом деле, сделал. Сейчас уже последние секунды будут жизни рабочего этого. Линги его перехватят. ХП-15 проезжает через минеральную линию на 10 хп. Застрял. Минус, не, не минус, ещё 5 хп осталось. Но с 5-ю тут точно отсюда не выйти. Ну, спалил тайминг леера. Что тут можно сказать? Ну да, ну спалил тайминг леер. А дальше что, ещё сейчас уедет, что ли? Тиран попытался уехать, ничего не получилось. Макро-хата готова, рабочих 18. Строятся новые дроны. Так, здесь газ на добычу посылает зерк, всё. Но вначале зерку нужно трудиться, чтобы дроны идеально шли на минералы. Тирана тут дистанс майнинг пошёл. Это очень, посмотрите, ой, тиран кривой, вообще тиран кривой. Честно вам скажу. Почему? Потому что на майне осталось 5 рабочих. Часть пере... О, а вот он вернул часть. Понял, что с перебором перевёл. То есть он перевёл просто больше, чем надо. Часть рабочих просто сейчас поездила туда-сюда. Вот теперь более-менее балансно перевёл. И здесь добыча неплохая. Да, и на майне тоже остаётся. Марики стоят тут на халде. Вот эти зерки, если бы лингов масел, он мог бы просто убить бы нафиг. Два медика вижу. Стимпак заказан. Да, и посмотрите, зерк-то как раз-таки решил, что тиран подобнаглел здесь. Пошёл скан. Куда он пошёл? На мейн, видимо. Спайер строится. Линги врываются. Бункера как не было, так и нет. Если нет стимпака. А стимпака нету. Сейчас вот только он доделается. Но это первый старкрап. Посмотрите, как линги врываются. Нельзя просто так взять и вот окружить мариков. Они, линги, хоть и маленькие юниты узкие, но им тяжело в пространствах таких, как они друг другу мечают, как бы. Как-то в первом старкрафте в этом плане более какая-то такая реальная была тема, что в реальной жизни, ведь позиция очень решает сильно, там очень грамотная тема такие в плане рельефа, там на войне используются. То есть, проход узкий, всё тупит, там, конечно, всё расстреливается. Во втором уже старкрафте как-то вот эта вот всё физика такая, она идеально само всё получается. Вот именно в первом старкрафте не было такого, что само всё получается. Тут нужно всё руками было доконтролить, везде всё сделать. Так, 23 дрона узырга, 33 рабочих у тирана, муталиски попёрли. Сколько их готово? Так, вижу, здесь 7 полетело, 8, 9. Здесь, ну, 9 мутальков, это нормальное количество. Вот, тут сейчас 9 как раз и есть. Врываются. Здесь 3 турецкие, стека нету, часть муталиски прилетает поздно. Зерк тупит, туда-сюда полетал. Странные какие-то действия. Ну, депошка. Ну, тут нормально стеком по депошке, блядь. Здесь сложности первого старкрафта делали матчи более интересными. Нет, они не матчи делали более интересными. Все сложности первого старкрафта делали баланс. Здесь баланс не в юнитах, здесь баланс в руках, потому что одни и те же юниты в больших количествах абсолютно разные вещи могут делать. Одно дело, когда ты проверяешь просто через оклик, послав на карте, а другое дело, когда нужно одновременно и законтролить всё, и заказ делать. Вот что это решало. Во втором старкрафте, так как юниты всё практически за себя сами делают, там уже другие темы решают. Там фактически борьба юнитов, а не борьба игроков больше. Хотя на высшем уровне, я уже об этом не раз говорил, там тоже именно борьба игроков и идёт. Думбаланс он всегда только на высшем уровне есть, естественно, как в первом, так и во втором старкрафте. Ну, в смысле то, что есть, его нужно смотреть по этому уровню, естественно. Но, так, здесь марики вот вперёд побежали. Чё они так сильно вперёд-то поломились? Здесь депошка заказана, чтобы не просто было хату третью зерку запилить. Зачем тиран тремя мариками крестом, грубо говоря, вышел в центр? Это вот непонятно. Зерки сейчас муткой расконтролят рано или поздно. Стэком контролят. Одного муталисков-таки потерял. Больше муталисков не потерял. И убил весь выход тирану. Непонятно, зачем тиран туда лезет. Хата третья заказана. Муталиски отсюда улетают. Муталисков 13 штук. Это с перебором, на самом деле. В первом Старкрафте даже в стэках не возьмёшь. Максимум 11 в одну пачку. Так, здесь три муталиска оставлены. Шатать будет сейчас пытаться, как я понимаю. Всё равно что-то не шатает. Так, дрон сюда идёт. Газ ставить. Ну вот ошибка сейчас со стороны зерка то, что... Здесь уже хайф. Ё-моё, два эволюционных. Хайф уже пошёл. Сверхранний хайф. Такое ощущение, что сверхранний Грейтер Спайер хочет зерк запилить. Потому что на этой карте, смотрите, гвардами вот с этого направления вторую базу просто идеально харасит. И отменяется теперь зерк ещё научная лаборатория. Забыл я, как она по-русски называлась. В общем-то для научных студен здание. Поэтому их пока не будет. Пока там он будет тиран отстраивать всё. Но гварды они не такие жёсткие, как бруды в первом Старкрафте. Они без... Они брудлингов не плодили. Они просто с рейнджа атаковали и сильно. Так, здесь что-то хат зерк наплодил миллиардных. Наверное, хат-то столько. Переводит часть дронов. Люра заказана. Два люра сюда нужно везти. На рампу два сюда. Остальные здесь на обороне стоят. Иначе тиран пойдёт и убьёт. Я говорю, как здание называлось. Научное судно... Это понятно всё. Так, хайф готов. Грейтер спайра нету. Вижу, грейды на лингов пошли. И адреналин не заказан пока. Адреналин в первом Старкрафте вообще супер ключевой игре. Так, люра выходит. Ну что, тиран пытается сплетануться. Но попытка не пытка, как говорится. Смотрится это смешно по сравнению с тем, как раньше корейцы делали. Но всё равно отбился, посмотрите. Зерк в итоге. Кривоват тиран сплетился. Чтоб нормально сплетануться, нужно постараться. Посмотрите, базу добывает. Люры на рампе нет. Ну, слабенькая игра от Зерка. Здесь люркер пытается пойти к трампе. Принт придёт к трампе в итоге. Так, копается люр. Ну нет, всё-таки один пришёл. Муталисками получится отбиться. Смарики овера разве что минус нули. Здесь муталиски висят. Грейтер спайр не пилится. Ничего не пилится. Вот убил Зерка. Ещё не понимаю, что он делает. Адреналин делает. Это 1-1. Ультралискевер не делается. Так, здесь два люркера. Две базы прямо Зерк отнял. Сейчас здесь добывается всё. 39 дронов. КСМ здесь 45. Ну, на двух базах, правда. Тут как бы так прямолинейно количество ровов не решало, как во втором StarCraft. Так. Не надо матом зауалированным ругаться. А то все умные тут точечки будут ставить тогда. Ну, что ли, ура здесь ходит, а у нас всё культурно. 95,81. С такими точечками другие стримы. И с экспертами. Фуги его политики, экономики. Это тоже не сюда. Ему Зерк 2 мута стека нельзя, потому что ему 1-то тяжело контролить. Какие ему 2 мута стека? Вижу два Нидуса. Один на... Один на... Один резк, другой на другой. Сейчас. Есть люра в центре. Закуп. 88. 100 по лимиту. Так. Здесь что-то бегают. Так. Сканкшу люру нужно выводить. Один танк Зерк минус нул. Второй танк минус нул люра. Мариками лучше пока не лезть. Научное судно подлетает. Начинается контроль. Так. Конечно же стек есть, что-то где-то наумирало. Я даже не заметил. Так. Ультралис Кеверн. 2-2 грейды делаются. Все. Готов вармор. Ультралом нужно делать скорость бега. Тиран как был на 2-х бас. Ну кстати, тиран с 2-х бас. Он мог выйти на 3-ю просто. Главное грейды на пехоту делать. То есть он Зерга мог воевать так. А грейды делаются. Потому что сейчас 2-2 скоро будет. И Грейтер Спайер Зерк запилил. Короче, и Гвардов делает. И ультралов. И много всего. А ошибка, что не делает темную стайну. У него даже здания нет для дефайлеров. А дефайлеры для Зерга это все были в первом Старкрафте. Это счастье их просто. Так, атакуют. Пять Гвардов прилетают. Нужно их как-то выбивать. Без Врайта тяжело будет выбить. Такие поты только. Здесь ультралов вперед идут. Пооблучал научным судном ультралов. Сейчас тиран принимает бой. Люра, Линги, ультралов. Хорошо Зерг забежал с разных сторон. Тирана разваливают вообще на самом деле флам. Нужно просто сейчас больше ультралов заказать и дожимать. Тиранщика просто. Гварды все минусуют. Пара уже погибло. Осталось не пять, а три. В рейндж туреток они сами могут залетать, кстати говоря. Так, здесь марики идут. Ну, с двух ударов Гварды их разбревают. Примерно как в втором Старкрафте. Здесь ультра бежит вперед. Вот таких вот нужно отводить. Он жгет всех вокруг. Тупят еще рядом тут бегут. Ой, как он жгет всех вокруг. Так, приходят. В итоге здесь два танка. Ультралов пять. Пока они к танкам сейчас дойдут. Дошли. Но они в стейке бегут. И танки сплэшем хорошо дэмэдж наносят. Но все равно даже тирану сейчас не отбиться. Даже вот от этого смешного врыва. Здесь все больше и больше юнитов с коржей делаются. Короче, разбирает Зерг тирана. Достаточно уверенно. Способность королев с выпуском брудлингов. Она делалась как? Это когда эта способность? Против танков она делалась. То есть, она очень большой рейндж и как бы просто юнитов ключевых выбить, чтобы пушить. Чаще делалась у королев замедлялка. Ну и тоже не гипер часто, я бы сказал. Еще делалась достаточно часто у королев что? Заражение тирановского центра. Заражение тирановского центра. Таак. Туман у кого был? Что за туман ты имеешь ввид, несмотря. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Для StarCraft настроил элементарно. Нужно просто лаунчер MCA64 скачать. Запустить в окне в режиме. Потому что у меня в окне тоже. И захватить окно просто. Ну что, 1-0 зерк ведет. Вторая игра. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Здесь опять стандартный опенинг 2д пушки. КСМ-ки строятся. 2д пушки-барак и ЦЦ-шка через марика в пару. Здесь у нас стандартная 12-я хата. И лэйр пошёл. Лэйр очень ранний, но с таким лэйром обычно или сверхраннюю люру делали, но здесь тогда гидроден мы увидим в продакшене скоро. Но навряд ли это люра, скорее это выход в спайр очень ранний, потому что в последнее время было популярно, для амута стека важно это очень было. Тиран спалил лэйр, он должен готовиться к любым врывам. Марики стоят, бункеров пока нет. Ещё марика заказан. Четвёртый. Три уже есть. Газ нужно запиливать, нужно выходить в академию понемножку. Инженерка будет... Так, бункер строится. ЦЦ-шка вторая готова. КСМ-ки начинают добывать на второй. Опять часть рабочих переводят. Какую-то большую часть переводят. Здесь рабочих три штуки крестом. Ещё и на газ надо направить два. В итоге примерно поровну рабочих на той и на той базе. С другой стороны здесь тоже восемь минералов. Как бы на второй. Там есть что добывать. Да, делается спайр, сверх ранний мута стека от зерга в итоге у нас тут происходит. Такой билд. Так, академия пошла, инженерка пошла. Так, академия пошла. Так, инженерка успеет под тайминг мутки, под тайминг спайра. Вот сейчас туретки нужно заказывать. Здесь у нас третья хата уже пошла. Узер достаточно чётко в плане хата отыгрывает. Пошла мутка. Ну что, на пять там тридцать. Заказаны муталевских. Тайминг хороший. Тридцать семь лимитов сорок два. Двадцать восемь ксм на двадцать один дрон. Мутка добавляется и добавляется. Туреток тиран. Правильно, что много стоят. Первым в Старкрафте ни в коем случае туретки нельзя было жалеть против муталевских. Почему? Потому что они криво дэмэдж наносили. И так, не двадцатку, как и заявлено, а десятку всё помутки бьют. Вот эта кривая туретка. Нужно их строить выше немножко. Вот так. Она мешает добыче. Причём серьёзно мешает. Здесь у нас лингинг грызут уже храм и процессов. Ну, вот здесь много храмов в стейке один и другим. Но остальные будут немножко дэмэджены. После прогрызания первого получается. Если мне память не изменять. Здесь что-то марики по центру двигают. А не, все целые. Все целые. Кузябр, привет. Пытается с тэком зерк тут бороться с мариками оппонента. Ну, наносит, там делает залпы какие-то. Тиран пока не выводит юнитов новых. Нужно разводить на стимпак. Конечно, у медиков кончится энергия рано или поздно. С тэком. Так, плюс пехота опула, то у них КП меньше. Ну, всё. Тут одного муталиска, правда, потерял. Если бы на это время требуется, но обычно зерги нормальные более-менее. Без потерь такие выходы муткие разбирали раньше. Просто за определённое время. 50 лимита зерга, 38 тирана. Так, секундочку, ребят. Сейчас я отвлекусь, буквально секунду. Вот так, сумма thought. Down! Сonstитут цепенс Продолжение следует... Так, прошу прощения, с квартиры бывшая хозяйка звонила, нужно ответить было. Убивает тут храмы эти всё ещё, зерк. Я не знаю, сколько их там осталось, много или мало. На масел муталисков очень серьёзное количество делается уже хайв. Любитель ранних хайвов. Такой зерк я смотрю. Ну, тиран явно слабенький. Посмотрите, он даже против мутки реально в центр не может выйти. А как в центр выйти? Да побольше пехоты построить. Но если уж совсем не выйти, то в научное судно нужно выходить в Старпорт. Вот третью ЦЦшку на этой карте можно занимать, продакшн увеличивать. Просто обороняясь дома сидеть, когда пехоты реально много станет, тому же мута ни хрена не сделает. Зерк, причём даже в люру, не пытается особо выйти. То есть я понимаю, либо это выход в ультралов какой-то с лингами, либо выход в гвардов ранний. Сейчас мы увидим. Ну, тиран тут явно слабенький. Он как мальчик для битья. Он ходит, что-то тут пытается в центр выйти. Но его разваливают, всё куда-то бежит само по себе. АПМ-199, в принципе, это более-менее нормальная АПМ раньше была. Ну, как бы, исполнение на 99 здесь какую-то часть. Вообще, посмотрите, 5 бараков работают то 3, то 4. Один не работает. Заказано в некоторых по многому ариков. Так, крам в итоге зерк бил, бил и не пробил. Я говорю, этот храм только с флэшем можно жёстко пробивать. Здесь муталиска в пару зерк отдаёт. Это тут уже ошибка со стороны зерка. Тиран лимита больше становится. Уход клинги обнаружены, оказались. Ну, тиран, наверное, не знает, сколько здесь уже напробивал зерк храмов этих. Ну что, когти пошли. Здесь армор на Мэйни-Коготь. Ультралис Кеверн очень ранний. Вот вы видите, на 11-12 минуте выход в ультралов идёт сейчас со стороны зерка. И эффективный достаточно выход через мутку. Честно говоря, какой-то странноватый билл через мутку прямо в ультралов. Да, такое было, присутствовало. Но на самом деле нормальный тиран просто накажет, который более-менее будет грамотно выходить. Мутка, выход в хайв, линги, тёмная стая. Вот это уже более рабочая, по-моему, стратегия. Муталиски сливаются. Здесь, наверное, одна всего лишь санка здесь есть. Ну что, нужно брать мутку, все атаковать и сверху тоже. Ну, с тэком просто зерк в итоге разваливает всё. Танк минус, пехота минус. Уже ультралы вовсю строятся. Армор ультралом делается. 87 лимита зерка на 66 тирана. Здесь добыча слабенькая на дальней базе. Какой-то нелепейший выход слив мариков происходит. Блин, заказ тут просто по тысяче юнитов. Научные судна первые только. Тиран строит, имея два Старпорта. ЦЦ-шки третьей нет до сих пор. Это вообще печаль. Ну и зерк ворвался в умер. Одно научное судно минуснул, второе не минуснул. У ультралов уже, я вижу, шесть штук есть. Ультралы не такие жирные, как во втором Старкрафте. Они четыре лимита занимают, во-первых. Во-вторых, они не такие гигантские. И они другие совершенно. У них 20 демеджа изначально. По 3 демеджа за грейд дается. То есть, во втором Старкрафте чисто 10% по грейд дает. Здесь же в первом Старкрафте разным по-разному давали. Юнитом. Хотя и там не всем 10 дается во втором. Ну, в среднем примерно так. Дробчик проходит. Семь мариков. Медик на хайграунд. С хайграунда пытается пехотой рабочих разбирать. Сиран разбирает пару рабочих. Можно пул минуснуть. Может быть, ультрали с Кеверна убить. Вот грейд на скорость бега, кстати говоря, ультралом сейчас делается. И этот грейд тиран очень быстро разбирает. Ну, вот ультрал выходит. Он сейчас с Мариками очень быстро разберется. Сплэша у ультрала здесь нет. Но у них много ударов маленьких. Хоть как убивает. Здесь ультралы в лоб бегут. Облучается один. Но ультралы без темной стаи, без лингов. Они тоже, на самом деле, смотрятся не афти. Так. Что-то затупил. Вот с коржами в итоге все-таки ворвался. КСМ-ки выводятся. Сейчас-то эти марики плюс танк плюс бункер с КСМ-ками у этих ультралов-то и развалят. Почему? Потому что сплэша у них нет. А они купят. Пройти не могут. Танк демэдж гигантский наносит. Вот уже шкуры посыпались с ультралов. Скоржи прилетают. Но научные судно Зерк одновременно разбирают. Хотя бы то хорошо. Здесь третью СЦ-шку. Тиран додумался, что надо делать. Ну, молодец. Хоть на этом спасибо. 2-2 грейды делаются. Здесь пробивается. Сколько их осталось-то там еще? Я не знаю. Сколько их вообще в стеке этом? Я не помню, если честно. Ну, с десяток, наверное, этих храмов. Может быть, больше храмов. Пробивают храмы. Раз, флеша нет. А вот теперь уже демэджиный храм остается. Поэтому их немного. Ну, Зерка тоже контроля не хватает. Он пробил один. Пока там заказывается, не контролят в итоге. Ультрал и скейер восстанавливаются. Еще один. Все, храм наконец-то уничтожен. Повержен храм. Не может быть. Он не живой. Ну, что, зашли ультралы. Что-то там взлетает дед. А, вот к СН-ке поехали. Ну, развалена сейчас база будет. Что тут говорить. Ультрала, линги. Все на третьей базе. Муталевская начинает СС-шку бить. Но вряд ли они успеют убрить. Хотя, в принципе... Ой, две атаки на воздух Зерк еще сделал. Это я, кстати, вообще не видел, что две атаки там сделаны. Дроп, конечно же, лингами отобьются. Дропшит не лечит в первом Старкрафте. Лечит только медики. Опять тут ультралы криво дерутся. Марики, грейды 1-2 разваливают. Неплохо. Сейчас же 2-2 марики будет. Ну, там армор не сильный. Значит, главная атака, на самом деле. Что-то агриды ультралы бегут вперед. Танк там на разваливал просто. Ну, действительно много. Еще и выжить успел на 2 хп. Здесь врыв крут странный идет, непонятный абсолютно. Часть мутали тут дебошку убивают. Нужно уйти, а то марики сейчас 2-2. Марики-то вообще здесь всех развалят сразу. Грейтер спайры как не было, так и нет. Ультралы высовывают новые. В заказе есть еще. Точка сбора на мэнни почему-то стоит. Нужно ультралов, лингов. Темную стаю нужно. Ну, дзерк как-то, я не знаю, то ли он специально так стебется над тираном, то ли не шарит. Темную стаю, одну просто 1-у, хотя бы дефайлера, он же чумовик. Просто пришел сюда, 200 энергии, раз поставил, два, все, тирану не отбиться будет. Да, кайзеровское лезвие у ультрала. Так, атака называлась в первом Старкрафте. Я тебя помню. У Марика... Гаусса пулемет. Тамат. Ну, идут ультралы вперед, опять с кривейшей позиции. Опять есть танк. Марики на 2-2 грейдах вообще неплохо у ультралах разваливают. Имеет и близки. Ультрал под вот этой хренью, он и Мариков жгет. Под Ирадиейтом, потому что они био-юнитом дэмэж, эта штука наносит. То есть, ультрал хоть сам дохнет, но он сплэшем там жгет оппонентов. Здорово, фёрфёр. Привет. Ну и вот, вот он. Заходит. Ну, тут слишком много Мариков, чтобы прям много нажечь. Матрицу тиран не ставит, не успевает. Либо и не собирался этого делать. 1600 на 1050 по ресурсам. По ресурсам у тирана вообще всё не ахти. Не особо он, видно, заказывается. Пытался ЦЦ-ку минуснуть, но тиран вроде бы сам отменил. Так, здесь дальняя база начинает добываться уже. У ЗРГ-5 баз. Крипа во втором-первом Старкрафте никто не тащил, потому что его, в принципе, не было, криптоморов никаких. По разному направлению, что ЗРГ бежит, собирается прямо опять в лоб побевать. С вами убызный лоб уже достал немножечко. Здесь у права Мариков раскладывают по грейдам. Почти все есть. У последний коготь делается. 5-2 грейда есть. 5-3. Как в кольце, так в воле. Ультралы такие в лоб. Понятно, там 4 армора сделали за грейд. Ультралы с всех сторон наблюдают. 123-79. Ну, тиран-трубачок, конечно, такой он. Даже с базами смог выйти в этой игре. Фарфар поддержал ваш канал на сумму 500 рублей ровно. Гэгэшечка. Фарфар. Спасибо, фигур-фигур. Принято. Приянто. Приянто. За поддержку спасибо огромное. Через шик последовательность постройки зданий задать было нельзя. Насколько я помню. Более всего. Да. Спасибо. Спасибо еще раз. Давайте, ребят, сейчас я заставочку вам. Ну что, тут победил Зерк 2.0. Смотрим дальше, что происходит. Поехали. Следующее Бо-3 ставлю, как игре... Подряд все делаю. Подряд все делаю. Ну что, Тиран Протас. Вот это уже интереснее. Тиран Протас. 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 Продолжение следует... Привет, Гидрос. У протусов же нет рта, у этого есть на портрете изданий ТОСовских. Так этот изнекус, этот чиновник главный. Бюджетные средства-то надо прожирать как-то, минералы эти все. Но он-то грамотно прожирает, не как у нас. Волк-17, привет. А может, это и не рот вовсе. Короче, не будем об этом. Умолчим. Ну что, кроссан, ау, в цели. Ну, посмотрим, как играют эти. Пока, конечно, то, что сегодня мы посмотрели, это было трупачно, конечно, я вам скажу. Депошечка вторая пошла. Барак, ну, конечно же, в ТВП через факту всегда игрался. Сейчас она и будет заказана, наверное, после Барака. Это разведка, да, это разведка. Марик заказан, факта пошла. КСМ-ка нужно строить поактивнее, правда. КСМ-ка заказана. Так, здесь КСМ-ка ездит, тупит. Всё, Марик готов. Пробку, правда, вообще непросто Мариком в первом фторграфте было поймать совсем. Ну, как и во втором тоже. Ну, во втором Мариком кайтить проще, они гораздо эффективнее стреляют. Здесь такого не было. Здесь нету кайта такого. Марик останавливался сильнее. Здесь Депошки в тупик пробка попала. Минус пробка. Вот ещё-то стоит уже всё. КСМ-ка тупит, надо направлять. Заказано. Т, вторая факта пошла. Какой-то пушек здесь, я насколько понимаю, происходит от тирана. Так, Физябер. Скрилл я сделал давно, потому что меня просили люди, которые меня, мой канал, поддерживали. Вот. Типа в покер играю. Ну и скриллом пользуешься. Ну, чтобы присылать, как на Пейпал что-то. Но очень редко, давно никто туда ничего не присылал. Очень давно. Поэтому я-то его не использую вообще. Оп, Драгон, смотрите. Вот это вы видели сейчас на ровном месте просто. Даже без клифа, без хайграунда. Драгон на ровном месте по пробке промахнулся. Это у них стандартное такое развлечение было в первом Старкрафте. Взять и промазать нахрен. То есть, он мог... Блин, ну он косый. Косые Драгоны в первом Старике. Что, здесь три Драгона. Кажется, Протас. Подождите, а что Протас видел? Давайте-ка посмотрим. А, ну здесь здания не показываются в первом Старкрафте. Ну, наверное, он видел две факты, поэтому... Поэтому он и через два барака развивается. ССшечки у тирана нет. Здесь три танка плюс скорость в ультурке минки. Такой пуш будет. Пуш очень сильный. Ну, тут что-то завтыкал с депошкой. Хотя, не сильно завтыкал. Но ультуры немножечко не по таймингу будут заказаны. Всё, три танка вперёд едут, а ультуры дотекают. Нужно ещё депошку строить. Одну, правда. Ну, нами то, что Драгоны вставали и не могли двигаться, это было такое очень часто. Но это решалось с помощью стопа. Жмёшь ему стоп, и он размораживается. Так, пытается Протс убить танк... Ой-ой-ой, ошибка, ошибка. Ни в коем случае всё, что нужно делать против вот этого пуша, это просто отступать назад и пытаться как бы отфокусить как можно больше, что сейчас перейдёт. КСМ-кать там и так далее. Ну, танк сейчас подфокусил Протс, но в ультурке сейчас не дадут просто Драгонам отступить назад. Вот в чём проблема. Сейчас Минка... Ох, успел две Минки убить. Чертяга, молодец. Нексуса нету Протса. То есть надо... Так, здесь Робо. Нексуса нет, нужно делать... Обязательно осаду нужно танком делать. Так, здесь что-то тупит в ультурке. Минировать не получается. Сейчас ещё потеряй, давай, все в ультуры нафиг. Так, Минка по Драгонам атакует. Два Драгона, которые сзади были, минус. На хайграунд нужно заходить, проблевать Протсу. Чё-то Тиран ждёт, я не понимаю, чё он ждёт сейчас, конечно. Ну, ошибка, нужно идти, конечно, убивать просто-напросто. Так, танки нужно вычинить. Осаду заказывает, хочет блокаду создать сейчас Тиран. Блокада-то блокада, и так нужно наверх... Так, видеть, что происходит. Здесь, может быть, даже дров дарков будет. А в сервер нужно... Нет, просто шаттл строится. Можно, да, сейчас с шаттлом дропнуть сюда пару узелков. Но если Тиран грамотно рассиджится здесь, тогда вообще печально. Командиры батонов. Ну да, кстати, они на батончиков похожи вот эти. Прикольная здесь картина. Вот первый, он такой драгун, такой. Культура, он вообще, смотрите, какой хипарь-гангстер просто. Танк, он грузин какой-то здесь, или что-то такое у него голос интересный такой. Чем-то похож на нос и вообще такой, да? Культура интересная. Еще два танка. Инженерки нету, то есть туретки не заказать. Зря они делают сейчас академию Тиран. Ну что? Протас берет и отбивается. Сейчас, правда, здесь много минок. Но сейчас Тиран тупо взял и слил весь свой выход. Ничего не заблочил. Протас просто отбился. Что дальше он будет делать? Вот что мы вопрос. А, дальше Ривер. А зачем я вот эту цитадель устроил? Ну, цитадель построил, а потом подумал, блин, а зачем я цитадель построил? В итоге ничего она не дает ему, Тирану, я имею в виду. Но ЦЦ-шка сейчас будет готова. Тирану больше танка просто отстроить. Вультурок, туретки. И он будет в плюсе в любом случае сейчас. Главное, чтобы Риверы не зарешали. А Риверы против нормального Тирана не могут зарешать. Еще знаете, какой прикол? В первом Старкрафте очень много таких приколов было. Против Тирана, которого ты делаешь с Ривера, особенно против вот такого, который прессовал тебе с двух факторей. У него есть танки, например, здесь. И очень-очень важный момент, как без Сиджа танками, так и с Сиджем. Вот Ривер сейчас вперед полетит. Если ты Ривера дропнешь, танк сам произвольно стреляет. Там, ну, я не знаю, реакция 0,7, по-моему, секунды. Или там около секунды. А если ты берешь... Так, минка взрывается. Одна дыма, вторая нет. А если ты берешь танк и фокусишь в Ривера, там стреляешь, то время реакции, время... Великолепный дров, в кавычках, сейчас будет. Это позорище, провал. Танк сделал залп, поля снял, минка убила. Ривера просто... Все вот так вот просто. Выглядит просто бух-взрывчик такой. А это провал, на самом деле, был. Вот. Если ты, не закончил мысль, сам атакуешь, фокусишь Ривера именно в тело танком, то он быстрее стреляет. И это я даже не сразу узнал, что такая тема. Как бы это Android, по-моему, и Bubba X мне говорили о таких вещах. Причем раньше нигде особо прочитать. Не, может быть, где-то и можно было раньше прочитать об этом. Но никто специально никакие там не создавал. Там темы по этому, там гайды, еще что-то такое. Это все сами выясняли там в процессе исследования игры. Так. Миночка закапывается. Что здесь? Делается мувзилкам. Здесь пилончиками в площадь. Третий нектус собирается просто занять. Здесь, ну, что-то в ультурки едут. Уже смысла туда нет ехать. Можно вот сюда заехать. Один драгун, все, мимо просто проехать. И попытаться рабочих. А нафокусить там можно, ой-ой-ой. В ультуры, ну, а не как. Они, конечно, в какой-то ситуации гелионы эффективнее. А в какой-то и в ультуры, на самом деле, эффективнее для Хараса рабочих. Почему же две в ультуры залпа сразу убивают. А-па, Минки выбивает драгунами просто. В ультур сейчас тоже сбреет. Минус в ультурка. Не холт. Стоп я жал обычно, чтобы драгунов из тупежа снять. Можно и холт, но стоп как-то побыстрее получалось у меня. Не знаю. Но это не суть важно. Ну что, пошел выход от тирана. 84, лимит на 78. 88, лимита тирана больше. 10 танков, 9 в ультурок, 1 марик. А здесь всего-то 10 драгунов, 3 зилота. Тиранок преимущество просто невероятное. Так, на Минки просто приходит. Нужно минировать все. Так, в ультуру в этом за пробками поехали. Здесь в ультуры танки зилков разбирают. Нужно идти вперед. Драгунами в ультурок сбрил. Но танков, если танков больше, чем драгунов, это полный провал. Вообще, тиран, на самом деле, выход просто проц вообще кривой. Ну и у тирана выход слабенький. Почему? Потому что нужно брать обязательно КСМ-ок с этим выходом и сразу туретки здесь строить. Так как при таких сверхранних таймингах, когда ты вкладываешься в ультуры танки именно выхода, ну, в гляфов, не выйти с армора. Гляфы, арморы это обычно при третьей базе. Там делают, ну, можно, в принципе, из двух. Но в данном случае никак. Если гляфов нет, обязательно туретками строить. При выходе тиран третью СС-шку строит. Вот здесь всё обминировал. Третий Нексус уничтожен будет скоро, естественно. Танчики понемногу стреляют. Здесь что-то на муви едет, тупят. Так, ультурки заезжают. Что-то заминировать. Прям решил процессом. Где минусы? Слабый тиран это делает, всё. Исполнение слабенькое, мягко говоря. Но вот здесь номинировал, в итоге-то. Хорошо. Так, минки взорвались. Ещё минка есть. Хороший взрыв. Зубной пасты много. Танки приезжают. Танки убивают. Третью отменил. Здесь приехал, забрил. ГГ. Пора писать просто, что он и делает. Здорово, Фаня. Нет, запись со вчера я не выкладывал. Две выложу. Вчера поздно спохватился. Не стал комп на ночь оставлять. Поехали. Ну что, вторая игра данных игроков. Медуза, карта. Это реплеи, конечно. Выход нужно встречать. Этот выход нужно встречать по ситуации. С билдом, который был у Протса, да, его нужно было около выхода оппонент встречать, но он не всех драгунов привёл. Но, если ты там драгунов начнёшь терять, это полный провал, на самом деле, будет. Так. Хизябр, спасибо. Вижу, полтора евро на скрил пришло. Спасибо большое. Нужно подумать, куда их применить. Потому что там, я помню, на вывод как-то, что-то полтора где-то процент нужно что-то онлайн оплатить с него. Но будет лежать. МФ-стрелук. Чат читаю. Первым старикам зергам против Тоса тяжело играть. Вот. Слушай. Нет, первым старикам зергам не тяжело против Тоса играть. Первым старикам вообще тяжело играть. А вообще, как бы, некоторыми считалось, ну, типа, это правило, что Проц сильнее Тирана, Тиран сильнее зерга, зерг сильнее Проца. Но это всё чушь полную, на самом деле. Я всегда так считал. Потому что всегда решал, как ты играешь. Как бы, сам, во-первых. Во-вторых, в последние времена первого старкрафта, когда играли все ещё ко второй не вышел, до 2010 года, когда Флэш тащил вообще всех пробревал, я видел реально, что Тираны, например, Проца при идеальном исполнении, может быть, там исполнение сверхидеальное было на тот момент, они реально сильнее были. Да, там Проца иногда выигрывали, но это редко было, очень редко. Если Тирану дать было выйти на Супер Лейд, там, ой-ой-ой, там Проца вообще никакие рекулы, ничего там вообще никак. Там ЕМП, судно летает уже. Но всё равно, всё равно, никакого дисбаланса прям там не было, я считаю. Ну что, строятся марики. Вот корейцы в БВ не всегда были сильнее, как во втором StarCraft в какой-то момент, ну, т.е. были игроки, которые могли с ними соперничать, но были, конечно, роботы там, просто очень долго StarCraft там развивался. Вторая факта, опять же, ну, что-то подобное здесь делается, как в предыдущей игре, марики, танки, выход. Ну, а Проца, понимая это, делает два барака, на этой карте вообще идеально отсюда встречать драгунцами всё. Ну что, КСМ поезжает. Да, был Tempest такой игрок, который строил контролез драгунов, узелков там просто 200 на 12 минуте, сносил Семи Про и Аматеу и Раф Тиранов. Вот, Наду, помню, выигрывал. Ну, там это ошибки чисто Тиранов были, они слабо отыгрывали, не ставили, там это контрилось с нормальными Тиранами в хлам, всё это дело. Так, барака 2. Ну, вот если ты стоишь на месте, встречаешь пуш, танки, три танка, ультуры, мув, минки, тогда тебя могут просто приехать, ультуры заминировать. Да, ади танки атакуют, нужно на муви встречать. Нубасиков на 4х. Ну, я не знаю, кто тут нубасики, не нубасики. Я думаю, долго их игр не будет. Да, я всё подряд смотрю, в принципе, время есть. Я просто даже не знаю, кто нубасики, не нубасики. Вот пару-тройку недель постримлю, я уже пойму, как бы кто-то посильнее играет. Удобство ЗВТ было очень прижжённо, в сравнении с ЗВП. Одинаково абсолютно было. Просто у всех были разные по силам матчапа, естественно. Кто-то решал, кто-то нет. Ошибка от тирана подставляет подсопа 2х драгунов, двумя танками по 4х драгунов. Это ГГшечка, ребятки. Тут уже ничего и не сделаешь-то особо. Пришёл тиран, просто тиран. О, тиран, три факты. Нет, это до свидания. Это тиран, тиран трупан называется этот стиль. Какие нахрен три факты с одной бах. Хотя не было такое, что три факты делали, но это не очень такой билд. Просто драгунов не контролили. Здесь кайтить просто надо и всё. Просто кайтить, в принципе. Как сейчас проб все начал делать, вот он. Пользователь Эдтос активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Ростос. Здесь минки драгунов сбривают у нас просто. Лучше их фокусить, пока они закапываются. Ну, тут минки ещё дэмэж себе нанесли. Смотри, 35, 27, парабам, 20, здесь 23. Здесь рабочих драгунов дотекают. Но здесь уже не отпускается. Такое же самое интересное, тиран танк не строит. И твультуру строит. Если надо с КСМ, вы будете отбиться просто с танка. Там, не знаю, танка одного хотя бы заказать. А, и дарки уже здесь можно дарков строить. А строй... Ё-моё. Уже архивы темпларов стоят, драгунов строят. Да что ж... За чушь-то такая. Так, минки фокусит. Но все нет, фокусить не получилось идеально. Драгуны дэмэджены. Стреляет по пристройкам. Вот, иди сюда, рабочих с минеральной линией выбривай. Выходит культура ещё. Одна минус сразу. Минки тиран поздно начинает ставить. Фродс даже не пытается их зафокусить. Тиран тут отбился даже почти. Вот минку можно как? Если ты видел, что минка уже дэмэджена, то нужно быть внимательным. Одного драгуна на хол ставишь, одного подводишь и отводишь назад сразу. Тогда минка высовывается, её драгун успевает брить. Так, ну тут тиран отобьётся сейчас. Отбился, но драгуны всё новое и новое идут. Ну давай на минке бегай. Красавец, разменёр. Просто красавец. В кавычках. Дарки вперёд пошли. Ну тиран может спалить, кстати, дарков этих. Скорее всего не спалят. Здесь нет инженерки. Скорее всего это ггшечка для тирана вперёд идёт. Так, попытка пилонами застроиться не успел. Застроиться драгуна. Опять на мейн зашли. Опять мимо минок. Так, у кутки новенькие выезжают. Нужно минки драгунами вычищать. Для чего? Для того, чтобы дарки спокойно прошли. Никто им ничего не сделал. Минки взрываются. Одна сплэшем с этой стороны, другая с этим. Поэтому даже на танк хватило дэмэджа. Дарки приходят. Тиран напишет gg сейчас. Причём рабочих у тирана больше. Прот с рабов не строит. А, здесь культура ещё прохарасила. Дарки пришли, начали резать. Кстати, дарков минами можно было вывести. Но дарки мины хорошо покусят. Я не понимаю, что он делает, правда. Вот что он сейчас делает? Я сам не понимаю. Что-то бегает за вперёд. Мины вместо того, чтобы дарком просто с одного удара убивать, что-то бегает по ним. Тиран пока не сдаётся, но придётся. Сдастся ему gg. Так, карту спрашивают. Тут три карты всего. Две отыграли, третью создаёшь. Так, ну что, третий решающий. 1-1 счёт. Текст неудобно, конечно, с этим интерфейсом пилить на счёт. Поехали. Привет, Миш. Да, уровень, конечно, вот этих-то товарищей оставляет желать лучшего. Да, графика первого Старкрафта хорошая. Кстати, у меня 30 фпс, 60 фпс для первого Старкрафта уже вообще будет работать или нет? Есть ли смысл 60 пилить? Давно я об этом думал, но я, честно говоря, не знаю даже ответа на этот вопрос. Фаня, а что, Идра сейчас играет первый Старкрафт, что ли? Ну что, Дмит. Давно играл. Давно-то я помню, да, там. Да очень это всё давно было. Помню, как Актосис... Говорит, вот нормальный тиран, потренься с ним, потом будем играть. Точнее, Андроид говорил, а это был Артосис. Что-то у меня 7.1 как-то раскатал, помню. Кстати, Тая хорошо ПВТ натренил, много таких эпизодов было. Просушил макро тирана, это тебе нужно просто посчитать. Контроль от ПРОДЦА, ну просто печальный. Потерял пробку сейчас, КСМ-ка за деревом так стояла. Кстати, даже не видно было её особо. Факта будет заказано, с газа рабочие снялись. Ну, что это будет? Что же это будет? Надо на газе 50-ку добыть всё-таки, или даже чуть больше, для того, чтобы пристройку на Факте запилить. Ну и нужно какой-то грейд, минки, наверное, делать. Я не знаю, чтобы был билд 6 мариков, танк и в ультурке с минками выход. Такой-то стандарт в конце практически был. Не в конце, а в основное очень много времени в Старкрафте. Да и в последнее тоже, наверное, самый стандарт такой был. Потому что вроде как и поджать можно, и даже убить некоторых игроков было. Ну, тут от исполнения всё зависело, конечно, с двух сторон. И ещё и в ЦЦ-шку ты выходишь. Так, здесь рейндж с одного гейта развивается у нас Проц. Тиран с одной Факте, а просто с одного гейта. Как Проц всё узнаёт, я что-то не понимаю. Или он уже был там. Так, Зилок приходит, 4 марика. Зилок вообще ничего сделать не может им, естественно. Вот марика в 5, да. 6 марика в танк, заказываем минки. И в ультурки уже подъезжают сами. У них скорость большая. То есть задача отогнать драгунов, эти все армии, куда-то сюда, под вторую базу Проц и здесь праминировать. Здесь пробочка приезжает. Прокси, что ли, что-то будет. Может быть и Прокси. Второй барак. Рейндж делать. С пилончик очередной. Соплай блоку Проц, это нелепый какой-то. Тиран Парабам нагонит. Да, минка, танк. Выход сейчас будет. А, ну понял, короче, сели орк. Короче, не сильные игроки. Минерал Волк, конечно, работает. Но минерал Волк здесь работает только, когда ты минералы видишь. То есть если ты в темноту сюда куда-то, даже в разведанную часть карты вот сюда посылаешь, минерал Волка не будет. То есть только в минералы, которые видно. Так, здесь робот строится. Прокси, ривер, возможно, я не знаю. Шесть мариков. Танк, вультурка. Идёт выход. Нужно парочку минок по дороге поставить. Всё равно вультура не сможет долго прожить. Вот она долго и не прожила. Но две минки, правда, успел у нас тиран запилить. Это кривый тиран. Заходит, блин. СМ тупит. Танк там тупит. Танк, правда, тут настрелял не слабо, я смотрю. Бункер пошёл. Нафига бункер нужно дожимать дальше. Прямо сюда минок ставить, чтобы Прокси боялся. Тупил, сидел где-то. Так, сич танком уже сейчас будет готов. Здесь у нас шаттл робо-бейт. То есть уже риверки скоро на мейн полетят. Если тиран будет стоять и не агрессивничать вот здесь вот, то, конечно же, Прокси просто ривера дропнет. Это и убьёт тирана. А на мейне тиран зайти никак не сможет. Здесь драгунов поставь и всё. Ну что, тиран охраняет пустое место стоит здесь. Ну вот этого под пуша цель совершенно не та, что тиран делает. Этого под пуша цель заминировать, чтобы дарки к тебе не выходили. То есть мины и разведку дают, когда кто куда выходит. И либо ты продолжаешь. Вот здесь, кстати, здесь очень крутое место. Смотрите, здесь какой хайграунд. Вот сюда на рампу. То есть идиотизм здесь просто вот оставаться. Вот сюда танки заводишь просто. И тут можно вот отсюда почти до минеральной линии достреливать. То есть идеальная карта. Тиран в итоге стоит, охраняет пустое место на карте. Туреток что-то настроил. А к нему-то сюрприз сейчас полетит. Туреток нет, здесь вообще не боевых юнитов нет у тирана. ГГ придётся писать, если протс тупить не будет. Протс не тупит, полетел сразу. Ну что, прилетает ривер. Тирана контроля только на одну пачку рабочих хватило отвести. Отводит. Ну а что, здесь КСМ-ок убить? Вот в эту депошку стрелять. Две сразу погибнуть можно. Танк в Сиджи. Куда ты полетел-то? Ть, блин. Убить это такой... Ё-моё, что за труппы труппейшнс просто? Это не игрок, это труппейшнс какой-то. Как пейшнс, только труппейшнс. КСМ-ки ездят зад-вперёд. Турпёж вообще галимый происходит сейчас. По культуркам зал пошёл. Надо дропнуться, развалить всё. Танк Сиджится. Вот представьте, вы ривером летите, и танк прямо подарок судьбы в Сидж становится. Дропываешься вплотную, два выстрела ривера, минус танк. То есть он вообще без Сиджи должен с риверами драться. Нет. Протас, он очень такой аккуратный. Он что-то летает, летает. Ну, дропнись ты на танк. Вот, наконец-то, неужели? Патронов нету. Били? У меня кончились патроны. Но, Джонни, они стоят пятнаху и делаются определённое время. Что же ты их вовремя-то не купил? Наконец-то купил. Танк всё-таки минуснул. Тиран тоже вообще, конечно, ничего не успевает сделать. Здесь, как была оборона, так и есть. Второй ривер готов. С двумя надо лететь, харасить сейчас. У Рабам здесь 27, у Протса 2,4. Протс проблема в том, что он на одной базе до сих пор сидит, а тирана база-то 2. Если сейчас риверов Протса даёт как-то нелепо, то он может и слить здесь. Ой, на минку сейчас летит. Минус один ривер. Вторым хотя бы танк убивает. Но продемиджем он в итоге, нужно улетать. Всегда нужен в Старкрафте контроль. То есть ты дропнул юнита. Знаете, как минки можно было убивать с контролем в первом Старкрафте? Просто дропаешь на минку, она, то есть можно было сделать как? Ты на неё дропаешь, она высовывается, она взрывается, но ты забираешь юнита раньше. То есть нужно было выдержать определённый промежуточек времени небольшой. То есть не слишком быстро забирать и не слишком медленно. И взрыв этот уходил в никуда просто. Пока я таких игр не вижу здесь. Но это не так уж сложно было делать тем, кто умел. Так, обсервер влетает. Минус обсервер, минус шаттл, минус нахрен. Всё вообще, что происходит. Так, зелки с мувом. Пошёл выход со стрэмпроца на минки. Бабах! Минка делает залп. Минка разваливается. Зелки приходят. Танк минус. Нужно бункер выбивать. Депошки бункер. Всё это погибнет, конечно же. Шаттл что-то тут летает. У тирана нет никакой обороны. Нужно выходить и убивать его нафиг. Ещё один обсервер прилетает на туретку. Просто красота. Туретка рада. Ну что, по минкам побежал. Одна в итоге делает залп. Вот она, кстати, вышла. Зилов пробегал. Минка не успела взорваться. Драгуны фокуснули, кстати говоря. Нужно идти вперёд. Здесь у нас реверующий есть. Да просто два зилка сюда сажаешь. Дропаешь под два танка. И ГГВП. Ну или хотя бы драгуну посадить. Или хотя бы одного зилка. Я не знаю, посадить. Куда он бежит-то такой? Резвый. Пацаны говорит, быстрее. Я резвый. Мой никнейм резвый. Сейчас я ворвусь. Драгуны говорят, вырывайся. Сейчас посмеёмся. Дроп ревера. Залп от трёта танков. Минус ревер. Какой хитрый-то, а? Вот какой хитрый. Какое здесь местечко нашёл прям. Я поражён. Так, будет лоб-то давить? Нет, суставится. Если сейчас в лоб просто давить не будет, то я реплея скорость повышу, наверное, походу. А то что-то прямо приунываю я что-то с этой игры. Так, залетает у нас тут ещё Минкенсен. Залетает шаттл. Куда он залетает? Я без понятия. На край карты, говорит. На край света. Мы не воины, мы исследователи. Не трогайте нас, пожалуйста. Ну и что здесь? Шаттл забыл. Вот здесь вот, мимо туреток, полететь сюда и дропать снова. Всё, пошла атака! Один делок из четырёх дропнут. Просто царски. И просто передумал. Так, здесь... Короче, ребят, Х2 скорость попёрла, как минимум. А то что-то это совсем печально. Переводятся пробки, я не выдержу просто. Я не выдержу этого всего. Вы уж извините. Х4 даже сейчас поставим. Развитие событий, посмотрим. Так, здесь вультура заезжает. Вычистил третью. Вот так вот смотрю. Вроде игроки что-то даже делают здесь, смотрю. Так, здесь у нас что-то скопилось. Дилки опять врываются. Вместе с шаттлом. 4 делка. Смысл такого действия я не понимаю в чём. Ну, рабочих поубивал. Тут одна вультура приехала убивать. Конечно, если одна вультура убивает, то, может быть, смысл не будет. Так, попытка выйти в третий нет. Здесь пилончиком заблочил. До криво здесь проехать, по-моему, можно. Или нет? Нет, всё-таки нельзя. Если тиран ещё здесь выиграет, то это вообще будет приклад. Тиран, кстати, может выиграть здесь. 83 лимита. 85 на 112. Всё, выход делать и убивать. А, он на третью ЦЦ-шку ещё выходит. Давайте смотреть, как тиран на третью ЦЦ-шку уходит, пока прот скриво перевёл рабочих к третьей своей базе. Ездить дарки. Дарки пошли. Сейчас хотят в шаттл садиться. Шаттл их уже ждёт. Вот, тиран в это время выход делает. Дарки сейчас ворвутся. Ну, сканы есть здесь, как бы, если есть вультура, можно будет отбиться. Всё переменировал здесь тиран. Вультура сливает до приезда танков. А как ещё? Танки приехали, танки психичны. Всё, просто разваливает лимит. Это больше до сих пор. Дарки что-то прилетели и улетели. Хоть одного поставил. Сугорь. Кстати, можно, если тиран будет со сканами тупить, дарками можно хорошо, на самом деле, дропаются в юнице тираны. Ну, 120 на 80 уже по лимиту. Дропается дарк 1, дропается дарк 2. Кто-то видит, скан был похож. Я даже не заметил этот скан. А вот ещё не скан. Всё, да, арки кончаются, по-моему, 78 у 120 лимита. Проц ещё и дожать тирана не смог. Нужно было атаковать, конечно, в лоб. Но если проц-организатор турнира, как Ваня сказал, поэтому от него выдать что-то более серьёзное не приходится. Что-то было, он же хватает. Здесь врывы у нас. Ну, ривером ещё пытаются просто сделать. Ну, тирана 160 уже, то есть нужно дожать. Проц просто так, ну, не сдаётся. Он чисто до конца гейминга убил. Ещё и ляпочки пошли. Всё, падает шаттл. Скорость х2 маловато. Тут ничего не происходит. А игра почему-то продолжается. До сих пор две сделки. И вперёд. Слишком много вольтур танков. Дожимает всё-таки тирана Проц. Так, начинается сообщение. Тиран говорит, что он С. Был когда-то С. А этот чел ему говорит, нет, ты Б-. Типа, С слишком слаб. Вот, ты Б- был, поэтому я раскатал. Ну, С и Б- это, кстати, разница серьёзная. Это об одном игроке была речь вообще. С и Б-. Я думаю, что больше здесь на С смахивает, чем на Б- игра. Так, ну что, грузим дальше. Поехали. Следующую пару. Короче, если будет такая тема, то я буду перематывать, стараться. ЗВЗ-шечка. ЗВЗ-шечку предлагают сразу на Х2 перемотать немножечко. Пока какой-то экшон начнётся. Пока вначале рабочие строятся. Побольше сегодня репок посмотрим, а то уже час двадцать всего остаётся до шести-то часов. Так, овер заказан. Здесь овер тоже строится. Пулы первая газ. Есть ту же газ. Ну да, хата вообще, да, нормально мух делать. Пораньше, конечно, залгом. Пошли хаты. Пошли хаты. Ти-2, кликмер, мув пока не делает, а клан вообще газ-то купит. Двести уже втыкает вообще. Ни лейера, ни мува. Здесь нету руч-ворона в первом старкете, поэтому газ вот этот нет смысла куда-либо копить. Лейер пошёл. Здесь тоже уже газ есть. Тут и мув есть, и лейер можно заказать. Здесь зерк просто тупит, втыкает, мув не заказывает. Но вот этот белый вообще как-то не понимаю, что делает. Сейчас его просто на муви лингов можно сбрить будет. Да и лейер здесь не позже. Десять дронов, десять лингов, здесь одиннадцать дронов, десять лингов. Лингов продолжают строить. Триста газа, но нет смысла не делать мув в первом старкрафте. Нету. Здесь ни бейлингов, ничего такого нету. Все обязательно линги должны быстро бегать, потому что это контратаки, это лишний контроль, на котором можно оппонента развести. Здесь уже мув есть. Ну, там лингов тоже достаточно много. Готов лейер, спайр пошел. БВ пушками. Ну да, застраивали иногда пушками. Смотря кто кого. Здесь тоже спайр. Так, гомотнем немножечко побыстрее. А то что-то ничего вообще не происходит, абсолютно ничего. Два линга забегают, пытаются прогрызть. Здесь мув как не было, так и нет. Хорошо, лингами разводят. Одного дрона пробрел. Второго не пробрел. Да и не пробреет, собственно говоря. Так мув и не заказывай. Да, какой упорный, а вообще белый этот. Прям на упорный он не хочет мув делать. Здесь у нас 15 дрончиков, здесь у нас сколько? Здесь 13. С коржи у белого. Ой, нет, у меня глаза, боль просто. Но если умеется фиолетовый мутастэк делать, то это фактически победа для него. Потому что не заказать ни одного муталеска, а одних с коржей. Без мува лингом при этом, ну это совсем уж перебор. Дан9 поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Сотка затрупачков. Спасибо, Дуня. Что-то с коржей летают. Чем дольше они летают, тем тяжелее будет ими разменяться. Почему? Все очень просто. Нужно по два с коржа муталеска, а чем дольше ты будешь летать, тем тяжелее будет именно по два с коржа муталеска. Начинается контроль. Ну вот одного подрезал с коржа фиолетовый, но одного как-то мало, нужно больше. Сам с коржей делаю. Боится. Боится контроля. На самом деле для крутого зерга вот этот билд-подарок, он бы уже расконтролил бы всех с коржей и уже бы убил бы просто. Так, сделаю побыстрее. 43.50 по лимиту. Муталеска все больше и больше. Ну вот это первого Старкрафта ЗВЗ, оно так и происходило. То есть отсутствие экономики и просто муталески строятся, потом контроль. Прилетает муталески, залп никого не убивает, улетает с фиолетовой. Лимита 50.50. Муталесков 10 на 12 муталесков. Здесь у нас лингер. Так до сих пор белые без мува. Уформные. Упорные за тех пор без мува лингер. Прибегает сюда. Субтитры сделал DimaTorzok 52-48 по лимиту Здесь одни с коржи фактически Хотя здесь, смотрите, 10 12 муталисков, здесь тоже 12 Еще 16 коржей Как белый так отстроился-то, я даже не понимаю Похоже, что TY2 собирается проиграть эту игру Я не понимаю, что он делает Минус 2 муталиска 46, 53, здесь 12 муталисков Здесь 13 и 10 коржей Все это нужно вести вперед Порох здесь нет ни одной Мутка строится По грейдам Один армор есть Армора нету И, кстати, они делаются, смотрите-ка Скорость X2 ставим Ну, вообще, X8 надо ставить Мне просто, вот я смотрю и боль в глазах чувствую Как Владимир Владимирович Пущин при своей известной речи В Москве Слеза потекла Мне даже речь здесь не надо никакого делать Мне она просто Слезятся Ветром надуло немножечко Вот Я не понимаю, когда же это кончится Все просто 56 на 60 по лимиту Ну что, брилли Прилетает белый Димита 40 на 48 Фиолетового 12 муталисков Здесь 10 С армором Здесь тоже 1-0 грейды, как и там В итоге фиолетовый все-таки разваливает белого Что-то летали взад-вперед Белый в итоге слился Все-таки он слился Сейчас коржи еще прилетают Ну, с коржей нужно как-то расконтролировать 43, 26 Неужели все-таки фиолетовый победил? Ну, скажи ты, фукусник Фукуснул Просто царь Два попали Только не висеть, пожалуйста, здесь Ну что, продолжается битва До последнего здания на Медузе Чуть не помню Ну, были такие игры подобные Сейчас, ребят, секундочку Во-первых, нужно сделать красиво Вот так вот Во-вторых, вы уж извините ЗВЗ-шечку мы смотреть эту больше не будем Мы будем смотреть далее Надо лучше посмотреть, уже все репки А здесь ПВТ Айфу краюк против ДС АКЮВЕ Часочек остается у нас Чуть-чуть на Х2 буду начало смотреть Ваши позволили пока рабочие строятся Вот, Фанни Грич, что это хорошие игроки Ну, посмотрим Пусть мужи Барак у Протса Файтинг спирит карта Вперед пока никто не идет Здесь Барагас Бернеточка у Протса Второй пилон нужно ставить уже Пока не ставится что-то Вот и второй пилон пошел Так, здесь Марики Факта пошла С ПСМ еще немного Втыкал в Протс Ну что, все Снижаю скорость до нормальной Драгунец Рейндж Драгунам Здесь все стандартно 17 пробок Здесь у нас 16 КСМ Драгунам Драгунам Так Ну что, Демага была минус Это бред Потому что на ПГ-туре он точно был А-плюс Я не помню вообще, играл он там или нет Потому что на ПГ-туре я сам А-плюс был А на Айси Капе Демага А точно был А может уже в то время особо и не играл Я что-то не помню Ну А-то 100% был Я помню, что на Айси Капе А-плюс нереально Практически было набрать уже Ну когда Отборочные были К ТСЛ, где нас забанили с адвокатом За то, что три халявных победы с блюса аккаунта Там я сделал все Но я и так там А был Просто нужно очков было побольше Вот Это я прекрасно помню Но в итоге как бы нас забанили за халяву Так, роба ставит Лимит Тиранчик освободился Так элегантно просто Убив мариков своих Ну что, 21 КСМ на 23 пробки Здесь плюс 2 барака Добавляется роба Не, ну просто пока все достаточно четко делает Тиран тоже, можно сказать, четко Но у него билт такой С выходом в ЦЦ Почему нереально? Ну там корейцы Там рейтинговая система другая была Там на высоких рангах Больше там Я что-то помню в стиле 120 очков за победу 110 там за поражение Или 130-110 как-то было На ПГ-Туре там помягче Это в этом плане было Вот Ну тоже жестко, конечно Ну проще система была То есть там надо Если вровень играл На Сикапе вообще не поднимался практически Ну а там были, соответственно Адовые Роботические корейцы И т.д. Где еще Если больше 15 тысяч очков То есть я помню, что А- это 9 тысяч очков был А А это 10 500 То есть до А-а там по тысяче было С Д до А-а там Тысяча, две, три, четыре, пять И так далее А вот с А-а Да, уже полторы тысячи 10 500 нужно было А плюс 12 тысяч А больше 15 по-моему Или 16 Там олимпийские кольца Такие давали Там В таких корейцах Порядочно было Помню, играл с такими там С некоторыми Вот Когда реплеи смотрел Потом Помню, с Тираном играл 4-0 Он меня закатал Такое ощущение было Что у него второй Старкрафт Потому что Как будто он все здания Как бы бинтит Фактори Там 6-8 факторей И как будто В них одновременно Всех заказывать Потому что Строились идеально По одному юниту Всегда И Просто одновременно Были заказаны Ну то есть Это такие в стиле Я не знаю Много там Тиранов Как бы Такого уровня было В то время Короче Реально Пассажир опасный Ну что А в сервер Висит один А в сервер Два Висит Танки В Сич Строят Так Голиапчиков Тиран добавляет В третью ЦЦ Ну такой Тиран Как бы На макро Рассчитывающий Явно видно Сейчас Так как он Никуда не спешит Вообще идти Грейды Уже рано Начал делать Так Здесь у нас Цитадель Адон Европейц Шаттла И Муи Нагнул Я не знаю Насколько Шаттл и Муи Сейчас хорошо Играют Помню Что они Все время Были Неплохими Игроками Муи Мне даже Нагнул Скил Играет Шаттл Раньше Как-то Не так Жестко Тащил Я видел Уже Сейчас Он Последнее Время Тащил Часто Стримил Ион Зерк Я помню Но Он Ион Зерк Он Гайтю У него Еще Какой-то Никнейм Должен Быть Насколько Я помню Я помню Что он Такой Раньше Был Абсолютно Средненький По евро Меркам Даже Игрок Так Нет Эту игру Ты нигде Не мог Видеть Таких Игр Еще Не было 43 Пробки Архивы Темпларов Уже Дроп Дарков А Нет Это Не Дроп Дарков Это Выход Варбитера Идет Со стороны Просто Третий Нектус Занимает Пилонщики Заказаны Здесь Драгонами Просто Проб Стоит Контролят Вот Танк Подошел Получил Залк Сейчас Тиран Здесь Туреток Построит Хотя Учитывая Что Есть Гляфы Туретки Не нужны Нужно Минки Побольше Нужно Танки Не так Сиджить А по Одному Вперед 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 И вот Сюда Приходить Не знаю Тренится Ли Титан Старкрафт Забил Или Нет Обещал После Нового Года Ворваться Но Чё-то Ни Хрена Не Играет Пока Ну что неплохая такая оборона у тирана сюда не зайти будет уже даже на два танка здесь застройка в лоб сюда тоже навряд ли хотя минок нету если шаттлом вот сюда вот 4 зелка дропнуть драгунами ворваться сейчас то вообще в хлам бы можно было бы забрить на самом деле тирана ну просто смотрю по лимиту неплохо себя чувствует арбитр строится кстати есть ли арбитр нет арбитров пока не 19 драгунов 5 обсервов 3 зелка здесь у нас пилончики застраиваются фарша готова грейд фарш заказать потомочку одну заказывать просто можно и здесь одну еще заказать можно рез пойти занимать например бараков 6 ну 6 бараков арбитр это у меня такая достаточно стандартная тема была неправильно делать грейд сначала на реку почему-то что арбитр спить с 50 энергии вылетает и у него очень долго 150 копится реку 150 стоит нужно сначала делать стазиса потом реку а он наоборот делает это неправильно статиста энергии реку 150 и если тиран будет выход делать то стазис может резко понадобиться рекула еще у тебя даже там и не пахнуть им не будет то есть грейды надо порядок наоборот делать его за такие ошибки меня наказывали давно еще тирана когда рассчитываешь на рекуальщика тебя убивают так здесь не ничка пошла еще на 12 а Так, вультура уезжает наверх. Честно говоря, не знаю. Процесс пока неплохо очень действует. Не знаю, как его реальный никнейм. Явно у него не такой вот никнейм. Дэск, Кью, Вэ. Вроде неплохо отыгрываю. Минки старается расчищать. Нектус занял здесь уже. Батона достаточно много вультурами. Тяжело захарасить. Нужно рабочих переводить. Ну что, вультура минус 169 лимита. Против 123, 176 уже. Тиран высидит свое. Он по-любому лимит отстой. Тут самое главное у тирана вот. У него 2-1 грейды делаются. А у Протса что? У Протса 10 бараков. Бараков много. Состоять хорошо. Вообще четко все просто. Делать 200 лимита на 13-й минуте. Это неплохо. Рабочих 73 количество адекватное. Паржа всего одна. У Протса что? У Протса одна атака. Ой, как бы. Если Протас сейчас что-то не предпримет, чтобы тирана пробить там или что-то сделать. Тиран просто на грейдах и разберет Протса. Кстати, здесь минок нету. Учитывая, что здесь минок нету, даже в такой замес можно рекол непрохой провернуть. А здесь танки рядом. Все равно можно провернуть. Залетает орбитер на трех туретках. Рекол пошел. Зилки идут вперед. Да, здесь два танка без минок. Драгоны поэтому нормально себя чувствуют. Просто проблема в чем для тирана, если он так позволяет сделать. Хорошо, как Протс рекольнулся. Сколько юнитов взял. Молодец. Рекол грамотно их делал. Проблема в том, что рекол один прошел. Туретки сбрились. Можно, во-первых, на муви сюда еще заводить часть юнитов. И можно дальше продолжать реколиться. Ведь у Протса где-то есть еще арбитерик один. Где он есть? ХЗ, а даже где он есть? Плюс можно стазисом вот эти танки заморозить и все разобрать. Что-то юниты купят, зайти не могут. Ругунов тиранка же сейчас разберет. Грейды 2-1 уже. С лоу-граунда просто атакуют. Но сейчас Вижена не станет на лоу-граунде. Все. СЦ-шку погонял немножечко. Видите, он убил СЦ-шку? Да, СЦ-шку убил. Ну хорошо, хоть убил. Так, минки тирана выбивает, чтобы все село спокойно. Протса 200. Респаунд занимает. Ну макро хорошую Протса. Блин, замечательно, я бы сказал. Фаржи нужно добавить больше. Грейдов нужно больше. Бараков еще добавлять. 14, 15, бараков сейчас уже будет. Второй, вторую Старгейт, чтобы арбитров с двух уже делать. У тирана 2-1. У тирана 3-2 делается, заказано. Ой, есть 3-2 тиран, как силен, но экономика слабоват. Здесь опять минки пошли. Нужно больше мин. Вот здесь нужно минки. Вот если здесь арбитр залетает, натуреет, когда дает телепорт, идет вот в эту область. Минок там нужно больше наставить. Так, 150 энергии. Арбитр на мейн прорывается. Ой, какая плотная кучка. Ой, какой сейчас рекол пойдет. Ой, просто хорошо залетает. Пошел рекол, мог их делать. Где рекол-то? Пошел рекол. Драгуны, зелки. Драгунов больше, чем зелков. А, хорошая матрица на танк. Тиран идеально практически принимает. Но минки нужно больше минок, чтобы еще жестче рекол-то принимать. Короче, тиран здесь отбивается достаточно легко. Прот сливает лимит. Но у Прот суда заказ такой, что он 200 моментально восстанавливает. И грейды пытается сбрить. Вот ни в коем случае тирану грейды не стоило терять. Но один атаку отменяет. В итоге 3-2 не будет. Только 2-2 будет. Арминок тоже важен. Здесь гейты пошли еще. Причем АПМ у Прот сапс. Посмотрите, вот это в стиле Вай-3. АПМ 190. Там с 300 АПМ были игроки. А качество игры было хуже в разы. Здесь 190, 188. И посмотрите, заказ везде есть. Все делается. Все бежит. Реколы идут. Разве что по грейдам ущербно бьется. Нужно грейдов больше делать. Иначе тиран сейчас будет решать. Тирана 150 практически. Тиран тоже, кстати, неплохой такой товарищ. Обстроился везде. Так, здесь лимита хорошая. Сейчас еще будет тирана стоит. Застряло, видимо. Еще один рекорд вошел сейчас на 9 часов. Минки свои штанки взрывают. Драгонов зелков много. Опять тиран что-то супер где-то в центре ездит. Нужно барак поднимать. Так, танки сидятся. Здесь подъема барака. ЦЦ-шку можно потерять сейчас. Но вроде как не потерял ЦЦ-шку тиранку. А не, потерял все-таки. Даже с флешем получается ЦЦ-шку убил. Протса опять 200 сейчас. Еще до драгуна бегают. Атаки все, две. Блин, как же грейды Протса слабенько делает, а? Третья атака пошла. С пушками уже тиран начинает взрывать. Ну, качественно другая вообще игра. По сравнению с предыдущими ЗВЗ вот этими всеми. Я думаю, вы согласны. Здесь хоть реально что-то происходит. Экшен идет. Так, здесь баз добывается. Респ добывается. Здесь что-то продакшенового Протса нет. Патонки настроены. Вот здесь тоже надо Патонок настроить. Дробчик прилетит, убьется нафиг. Вот ошибка Протса в том, что он, делая арбитров, он не добавляет ни грейдов. И он не добавляет сюда в микс все штурмовичков в шаттле. Я не знаю, какие-то там архоны с тираном вообще не нужны в первом Старкрафте. Они не решают нифига. Добревают в центре все. Можно в карреров уже с такой экономикой свитч в легкую сделать. Было бы просто. Заходит 110 тирана Протса у нас в ГГ пишет. Тиран Протса 200. Ну, в ГГранд-финале был, да. Но я очень провально там отыграл. Хотя уровень в восьмом году был великолепный. Просто отнесся несерьезно к финалу. Отдыхать как бы. Поехал туда вместо того, чтобы потрениться и наоборот выступить. Ну, раздолгай еще были как бы. Что сказать. Если что. Вторая игра. Поехали. Три-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт-эт- Продолжение следует... Продолжение следует... Я не думаю, что сейчас А плюс будут, чуваки. Здесь уровень выше, чем Б, я думаю, на данный момент точно. По старым меркам, да, здесь на Б, максимум Б+, я думаю, по старым меркам, если именно данный скилл рассматривать. Так, прошу прощения, я немножечко метку сейчас трепану. Вот эту репку даже мотать не буду. Вот эту репку. Так, факта заказана. У Продолжения все стандартно через кибернетку в драгунов с рейнджом. Ну, на этой карте драгунами, кстати, если два баракона вред делать, можно застройку понапрягать неплохо. Нет, то, что ты говорил про А- по старой системе, я понял, я имею в виду на данный момент. Уровень явно не А- по старой системе. Так. Похоже, что Тиран решил, что Продс немножечко оборзел и решил подпушить немножко. Либо это три танка в ультуре, как мы видели, но в слабеньком исполнении. Но есть еще билд не просто три танка в ультуре, а через один танк у ультуры с мувом с минками просто проезд. Попытка проезда сюда, если оборона не очень. Врыва и уничтожения. Так, СМ-ку все-таки убил. С одного барака просто сыграет. Опасно. Против двух факторей, один барак, это очень-очень тяжело. Можно и затерпеть. Да, вторая пристройка пошла. Судя по всему, все-таки три танчика в ультурке. Но Мариков тоже к этому выходу нужно подстраивать. Странно, что Тиран не подстраивает. Без Мариков он слабее становится. Они там воздушное собьют, если надо. И прикроют. Они вот маленькие добавляются в итоге. Так, еще один танк. Нужно еще танк заказывать. Заказан. Скорость с ультурком пошла. Минки сейчас нужно будет делать. ДПушка вовремя. Рабочий пока не строится. Вот барак напрягает. По танку пострелял. Кривоватый нужно как? Атакую ждание, танк выехал тебя отгонять. Сюда подбегаешь и пытаешься фокусом убить его. Драгунов по... Единственное, как я и говорил, заявленное 20 демош. У Драгунов единственное по кому есть, так это по танкам. Ну что, муфульторком делаются. Минки делаются. Мариков три штучки есть. Нужно выход делать. Нужно КСМ брать несколько штучек с собой для этого выхода. Без КСМ-ок он не получается такой сильный. Драгунов зря протус оставил. И сейчас отдаст Драгуна. Хотя бы одного отдаешь в этой ситуации, уже тяжело становится. Четыре у него в общей сложности. Зачем два здесь дома стоят? Не знаю пока. Ой-ой-ой, но тут дроп дарков еще намечается. Но придется дарками обороняться, похоже. Кстати, дарками легко все это можно убить, но по таймингу они не успевают. И тиран еще и инженерку ставит. Он что, видел там все что-либо? Не уверен. Так, дарк заказан сразу просто. Реагирует хорошо. Но тут уже приехал пуш почти. И тут минки будут. Дарков минка против минок. Против минок дарки не очень хороши. Так, танки заходят. Выйфутки заходят. Драгонами пострелял. Пилонов настроил, чтобы тяжелее тирану было заезжать. Пытается с рабочими против предпринять. Рабочие ничего предпринять не могут, кроме как отдаться. Отжал в итоге против от второй своей базы. Минок наставил много. Дарк выходит. Ну и дальше что? Две минки минус дарк. Это минус те пилоны и минус база. Это практически поражение для против. Нужно строить шаттву, пытаться сюда... А, здесь уже туретка, что... Нет, это ггшечка. Здесь все. Похоже на 1-1. Шаттву, конечно, заказом. Вся надежда на шаттву, собственно, превослагается. Но... Если еще 4 пилона минус будет, тут туретки уже везде ставятся. Пилоны такие жирные в первом Старкрафте очень долго их убивают. Соплай блок сейчас будет в красном лимите против. Как и есть. И ни одного пилона при этом не строится. По факту он сейчас сообразил, среагировал. Ну, два дарка есть. Нужно в шаттл сажать, куда-то лететь. Сейчас еще сич делает тиран. Туретчики прям здесь строятся. Ну что, дарк летит вперед. Один дома остался. Танка Масада доделась. Здесь туретка есть дома. Тиран держит пару танков. Так, ультура на хайграунд проходит. Драгуны на аминке просто отдают. Сейчас нелепо. Еще минки. Все, тут тиран вообще везде все блочит. Здесь тоже все заблочено. Ну, дарк депошку убьет. Да, что это даст? Да ничего не даст. 33 на 57 по лимиту. Была игра, где тос на этой карте батон. То есть, на этом турнире эта игра была. Где она была-то? Я чуть не пока не помню на этой турнире, что у Протуса вообще батоны с зергами строили. Ну, все, добычи у Протуса нет. Сидит, бомжует. Отбить не может никак. Чего хочет, не знаю. Пора сдаваться. Ну, это кошки выбьет, да. Здесь минок много. Блин, минок можно больше наставить было. Что-то драгун пошел вперед, отдался. ГГ я пишу-то в итоге. Просто, наконец-таки. Ну, что, третья решающая этих игроков. Чего по времени-то? Еще 40 минут есть. Нормально. Потрон. Продолжение следует. Так. Нет. 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 Так, ну посмотрим. Сейчас я по порядку буду стримить. Может быть, потом эту игру постримлю. В любом случае, если будет свободное время, вроде как оно присутствует, буду стримить стараться всё. Кстати, у нас завтра же Dreamhack получается, начинается что-ли. Я не знаю, будут ли там игры. Так, Рокси Барак от Тирана, а вот это уже что-то интересное. Рокси Барак это значит, что бункер Рашку-то видимо будет что-ли. Рецепт смотрите. Ну что, Марик строится. КСМ строится здесь. Ну что, и куда это всё идёт? Это всё идёт вот сюда, а смысл в этом всём? Пока не вижу смысла, почему? Потому что это всё отбивается просто пробками, на самом деле. Брод сейчас увидит, что ни хрена нету. А, то есть это такой бункер раж, здесь бункер, может быть вперёд ещё бункер, а может быть попытка блочить полностью. Делок заказан, просто понимаю, что-то тут не то. Это как-то, не знаю, это а-ля второй Старкрафт, первому тут тяжело всё работало, на самом деле. Хотя бункеру даёт достроиться. Протс отменяет кибернетку, покажу свою ошибку, ужасную ошибку кибернетку, какую ситуацию отменить. Грагуна – это спасение, просто у неё в этой ситуации невероятно. Почему? Потому что у них есть рейндж, и они могут бункер разбивать по-своему Марику, атаковать. Только не надо, теперь он сейчас Марика своего атакует. Протс просто не может убить бункер, это ГГ. Фатонка сзади, что ты делаешь? Какие Фатонки? Неужели он никогда не отбивал это всё дело? Кстати, обратите внимание, часть из бункера Марика поник, я часть показываю. Во втором Старкрафте нельзя из бункера покусить. Туда сами стреляют, туда и стреляют, по приоритету. Вот сейчас вообще в три разных Таня атака идёт. Ну, движущих Севельников, конечно, жизнь сразу начинает бомбить. Всё, ГГшечка. Тирану можно газ запилить, парку. Куда-то пошли. Не знаю, куда они там пошли. А, к тирану. Депошку проходили, барак поставить, и всё, Зилу-то ничего не сделают. Тиран чё-то не реагирует. Ну, ему можно поднять СС-шку, просто улететь и КСМ умеем всеми уехать. Просто Нексус сейчас упадёт, и это ГГ, конечно. Так, большая часть Мариков. Нет, два Марика Нексус атакуют, два, судя по всему, атакуют Форжу. Сейчас все начали Нексус атаковать резко, после того, как пробки фокус делаются. Вот сейчас пробку фокуснули, опять разных юнитов. Я не знаю, по какому принципу у них фокус строится. Старкрафт. Так. А, здесь КСМ только что можно убить двух зелков, на самом деле. Я не знаю, что боится тиран. А, здесь третий, нет, трёх уже не убьёшь. Ха-ха, ГГ. Марики чуть сагрились. Четыре Марика минус. Здесь три остаётся. Нахрена тиран Мариков отдал своих, не понимаю. Кстати, Протса было, кажись, на Нексус. Он заказал, отменил его, и у него больше нет на Нексус. А, здесь КСМ и Марик, и зелков убивают. Ну, это всё. Конечно, здесь три зелка не убьют, они деможные. Пригорело чё-то укропся прям. Прямо пригорело. Чё-то не выходит. Чё не выходит-то? Дайте побыстрее сделаем. Здесь нет смысла что-либо ждать вообще. Здесь нечего ждать. Г, ГГ. Всё ясно. Просто пригорело, что не давало выйти такая ситуация. Так, времени 17.27. Много репок там остается. Но дальше наш игрок будет играть. Поехали. Это Девалтос против Лакфриденди. Протас на тиран. Не знаю, какого уровня этот Девалтос, но я вижу, что он без поражений пока идёт. Но это наш процесс. Лак у него наш. Это запись, естественно. Но чуть-чуть перемотаю начальную статью, потому что полчаса у нас до второго Старкрафта, до кип-бета Рейс Ворс. Остаётся с центра какая-то тема. Ну, тогда можно и посмотреть будет сейчас. Барах из центра. Просто. Хороший тост. Типа Фрайера молодой талантливый, но сейчас долго был он актив. Не, я как бы понимаю всё. Я почему в первый Старкрафт играл, потому что Варкрафт не очень очевидный момент был. Я так всегда считал, так оно и есть. Но сейчас так откуда молодые такие в первый Старкрафт играют? Ну, хотя, в принципе, если for fun, почему нет? Но всё время на это, если ты крутой игрок, на это время надо тратить. Во второй Старкрафт играть можно на турнирах хоть поучаствовать, на каких-то реально съездить. Выиграть призы. Так, застроечка на лоу-граунде пошла. Лак-предэнди тиран, не знаю как-то. А, 2010 он пришёл. Ну, там можно объяснить. Так, зелки строят. Что у нас там запрет происходит? Билайн спамят мне. Так, выходят маленькие. Застройка нормальная. В принципе, зелки пройти не могут. Ну, два зелка, потому что сюда... А, здесь же ещё и с центра врыв здесь будет сейчас второй вид. Так, кибернетчика строится. Всё нормально здесь, что я могу сказать. Кто победил по три, где сильные тираны против? Тиран победил в этом месте. Так, GTR. Да, конечно, это... Ну как? Дело не в том, что плохая прям игра. Игра-то нормальная. Просто в плане киберспортивности Старкрафт куда круче. Вот. Вместе интересно всякие там брони пособирать там и так далее. Так, да-да. В плане стратегии совершенно другое. 105 мариков. Десять три зелка. Пока не умирают. Марики уже вышли, потому что зелки демеджены, не боится. Пошла ЦЦ-шка. Просто как бы... Игры не стоят на месте никогда. Так, хорошо зелки с драгоном приходят. Разваливают всё нафиг. Один марик на драгона. Остаётся с КСМ-кой, правда. С КСМ-кой совершенно другое дело. Нужно подхарасить. Подхарасил здесь с КСМ тоже можно и нужно отменить. Ещё выводится несколько штучек. Марик готов. Просто игры не стоят на месте и нужно идти вперёд, собственно, развиваться. Поэтому игры никогда не будут там в Олимпийских играх. Они не должны там быть. Почему? Потому что до метровку всегда будут бегать. Это сила физическая там или что-то такое. А игры постоянно разные. И нужно идти в ногу с ними. Несмотря на то, что, как бы, Старкрафт крутая игра. Ему нужно забить. Ну что, развалил. Просто пришёл и запушил. Молодец, Диол. Хорошо сыграл. И в Дарков ещё выходит. Но это такой интересный пуш на этой карте вообще работает. Так, танк выходит. Сейчас на КСМ-ках можно отдаться, кстати. Нужно танк минуснуть. Танк минуснул в итоге. Хороший кондр. ГГ и лак. Претенди пишет. ГГ пишет Диол. Неплохо сыграл, что я могу сказать. Ну что, вторая игра. Не загружаю её. Поехали. Ну что, вторая игра. Не буду мотать, наверное, до 6 часов. Там хватит времени. Хотя 25 минут осталось, если игра долгая, то может и не хватит. Так, пробочка заказана. Расплечены пробки хорошо. Обычай идёт хорошо на ближних минералах 4. Одну вот сюда. Или вот на этот, да, куда-нибудь наверх. На дальний направляю. Я бы сюда бы направил его. Сейчас, если сяду в БВ нормально играть. Сейчас только на пенёк сяду, если… Какое БВ? Конечно, не смогу. Да минимум неделю, чтоб хотя бы что-то тут съездило, что-то строилось нужно, не говоря уже про там билды и так далее. Ну да. Так. Готова депошка. Барак пошёл у тирана. Опять какие-то наглые, без застройки вообще играет. Вот здесь застройка обычно делается. Очень странный опенинг. Здесь же тоже драгунами можно запушить очень неплохо. Ну что, ПМ-400 у тирана держится. Вначале это всегда стандартно в первом стаках, потом он падает обычно. КСМ строится, правда втыкает уже с КСМ. Лучше не втыкать. Вижу, что ЦЦ пошла. Какой-то билд прямо. А что за билд-то такой? Вижу газ. Факты нету пока. Конечно, факты нету. Газ только заказан. Марик не заказан был. Сейчас Марик заказывается. Нужно бункер ставить. 20 хп. Привет. Я не менял там заголовки. Это неважно абсолютно. Пусть будет лот. Главное название стрима. Марик начинает гонять пробку в итоге. Но нога с рабочей направленной. Через одного марика всё это делать. Пробка уйдёт в итоге, естественно. Один из стандартных билдов. Вот я вижу, Деволт не согласен с этим одним из стандартных билдов. Почему? Потому что он делает сейчас прессинг бункера с драгунами. Если вычинить не получится, факта заказывается. Но сейчас три драгуна с рейнджом придут, что можно сказать. Плохо встречает. Сможет пройти сюда КСН. Ну, двумя друганами убьёт ещё. Всё-таки убил. Ещё два заказано. Пять будет. Будет ли Роба в догонку или будет всё-таки Нексус потом? Сейчас посмотрим. Рейндж почти готов. Драгуны почти пришли. Факта почти готова, но не готова. Сейчас слабо будет. Всё. Готов рейндж. Начинает Прокс атаковать бункер. Прямо гигантского рейнджа атакую, чтобы драгун ближе стал, но его всё равно не убивают. Три ксмки, а трёх драгунок вычинивают. Всё, пять драгунов. Ну, пять ксмок выведет сейчас. Бункер пайлайт понемножку. Здесь танк сич делается. Ещё танк без сича попробуем. Ну, хотя вот отсюда можно по-крайнему драгуну стрелять. Как во втором Старкрафте смысла фокусить ксмок нет, потому что шесть драгунов с залпа только убивает. Шестью уже можно было бы попробовать. Так, ещё один драгунец пришёл. Нужно наверх встать атаковать. Он уже в рейндж бункера попадает здесь. Так, танк ждёт сича. Сич готов. Пару ксмок просто подфокусил. Одного драгуна потерял, прошу прощения. Некс устроится спокойно абсолютно. Пробки строятся. Двадцать пять пробок здесь у нас. Так, здесь танк усидится. Нужно уйти. А, решил подрезать. Как тиран ошибка вообще. Тирана сейчас нелепая. Минус танк один сразу. Чуть не наказал сейчас ещё. За ошибку. Так, драгунами на муве пытается пройти. Танк сейчас нужно минуснуть. Танк минусует двумя сталкерами. Простите, драгунами. Всё, сталкера за сталкера. Бункер развалил. Хорошо, девалт. Молодец. Среагировал. То есть, тиран ошибся. Просто среагировал и чуть не наказал. Нужно бункер восстановить здесь. Стеночку буду сделать. Хотя, в принципе, тут танк второй есть. Можно и не восстанавливать пока. Ну, ещё чуть-чуть её наказать мог. Здесь интересный расклад. Совсем такой интересный. Даркшайн. И уже пришёл Дарк. Откуда ты взялся? Я вообще не видел, как он по карте шёл. А, цвет просто голубенький, печальный такой. На этой карте не видно. Всё, пока прессовал драгунами. Пришли Дарки. Ну, это чизовые такие билды. Не знаем, что было бы. Если бы тиран удал хоть немножечко развиться здесь, то редко не успевает на второй базе. Этой академии нету. Это ГГ, ребятки. Это 2-0. Изи просто. Изи. А кто будет? Кто будет. До Арка здесь? Туретка падает. В секунду просто. До Арка тут уже. Минок нету. Без минок здесь делать нечего. Минок и не будет, решил как Фротс. Ну, он убивает мух сейчас, начало в ультуру. Всё, минок не будет. По акту тоже дарки быстро убивает, здесь туретку пытался ксм допилить, не получилось. В ультуры поехали наверх. В ультуры без мин и без скорости, это печальные в ультуры вообще. Это вообще печальнейшая в ультуры. Ну, тут как ни отходи назад, танка нет, обороняться там вообще бессмысленно практически. Бесстрашный Марик недолго стрелял, минус Марик. Так, улетка будет готова, на фактах лабы заказан, но драгоны-то сюда всё бегут и бегут, бараков всё больше и больше, третий Никс уже добывается, здесь добывается всё. 43 пробки, здесь 28 мейта, 20 СМ. Так, танк строится, минки в ультуркам делаются, ну дожимать надо идти, конечно. Тиран ещё всё сопротивляется. Танк даже построил, но драгоны приходят, убивают, всё идёт сюда и идёт. Жду ГГшечку вместе с вами. Тиран что-то пока не писал. Всё, пишет ГГ. 2-0. Ну что, ребят, брудвар, на этом я на сегодня закончу, потому что время уже из 16 минут, нужно на хоз заходить, чтобы корейцы... Мне за 10 минут нужно быть, чтобы корейцы там не дипанили. сейчас ТОПСТАР сделаю. ТОПСТАР ТОПСТАР